Сегодня у нас такой богатый материал для того, чтобы побеседовать. Я кратко перескажу житие двух женщин, которые празднуются память сегодня. Первая из них – это обе одни египтянки. Жили примерно в одно и то же время, в IV веке. Первую звали Пелагея. Народное прозвище у нее была Маргарита, жемчужинка. Красавец такая была. Вторая – Таисия, тоже красавец. И обе эти красавицы очень странно, ну не странно, а понятно, распорядились своей красотой. Потому что красивой женщине трудно быть хорошей женщиной. Она, так сказать, такой товар на вынос, и ей нравится принимать знаки внимания, и куда это все заводят, это всем понятно. Итак, история касается одного святого человека по имени Нон, Нон. Это был епископ одного из египетских городов. Они находились на соборе, такой небольшой, какой-то был собор епископа, и решали какие-то церковные дела. И при этом решали их на улице. Видимо, жара выгнала их из храма на улицу на свежем воздухе. И в это время проходила мимо них шумная толпа молодых людей. Центром этой компании была очень красивая молодая женщина. Надушенная, наряженная, украшенная, покрытая с ног до головы различными, значит, побрякушками золотыми и прочими, значит, и такой изрядной красоты. За ней шла такая вот эта толпа кобелей, и все они шумно смеялись и вели себя соответственным образом. Все, кто видел ее из этих почтенных старцев, они отвернули глаза от нее, а один из них не отворачивался и внимательно смотрел на нее. Смотрел и провожал ее взглядом до тех пор, пока она не исчезла из их взора. И потом, когда там они продолжили разговор, он сказал им, что Христос поставит эту женщину на страшном суде перед нами и осудит нас даже и ею. Когда отцы спросили, а почему? Говорит, потому что только представьте себе, сколько времени она тратит ежедневно в своих тайных комнатах для того, чтобы умываться, натираться, душиться, одеваться, значит, прихорашиваться, принаряживаться и в зеркало смотреться ради только одной цели, чтобы, значит, толпа мужчин, идущая за нею, не уменьшалась. Мы же имеем с вами, говорит он, небесного жениха, которому должны приложить все свое старание, чтобы души наши были ему милы. Потому что Христос называется в Писании женихом. То есть все жених грядят в полуночи. Такое-то, значит, притча о десяти девах, ну и не только это. И вот душа человеческая, она уневещивается Христу, и верный человек Богу, это как верная жена, значит, для мужа, а неверный, это как блудница. То есть все наши грехи, так или иначе, они делают нас такими, вот именно похожими на развратников. Причем этот образ, образ неверной жены, он встречается, если вам, это важно, в книге пророка Осии в Ветхом Завете есть такое, очень яркое такое событие. Там Господь говорит пророку, возьми себе жену-развратницу, жену-блудницу и живи с ней. Скажи ей, я для тебя, ты для меня, не изменяй мне. И он ее взял, как бы, значит, она все равно гуляла от него. И сердце пророка разрывалось, а Господь говорит, то же самое чувствую я, когда Израиль изменяет мне. То есть все вы блудники и прелюбодейцы, все мне изменяете. Я вам верен, как муж-жене, а вы, как блудница, не изменяете мне и рвете мое сердце. Вы постоянно меня обманываете. Все, что я пообещал вам, я делаю, а вы ничего не делаете, что мне пообещали. То есть вы не верны мне. Вот это очень важно, это почитайте, это Ветхий Завет нужно читать, а там есть книга пророка Осии. Там описывается вот это вот такое странное духовное событие. Итак, епископ Нон сказал такие слова, что мы должны Христу служить гораздо больше, чем эта женщина служит вот этим мужикам, которым она угождает за деньги, значит, или по другим интересам. Потом как-то эта женщина запала ему в душу, и он молился Богу о ней, и было ему какое-то ночное полусон, полувидение, что какая-то такая грязная голубка летала в храме вокруг него. И смрад был от нее такой, что нужно было нос закрывать. А потом эта голубка окунулась в какую-то, как бы, купель какую-то, значит, какой-то источник воды, и порхнула белое. И ему как-то это его утешило, значит, такое. И вот на следующий день он служил в церкви службу и проповедовал, и случилось зайти этой женщине туда. Вот это Пелагея, которая Маргарита. И она слышала его слова о страшном суде, о Христе, о совести и прочее, и прочее. И ее это умилило, она пришла к нему, говорит, я хочу креститься. Он говорит, по законам церковным блудницу крестить нельзя без поручителей. Если блудница хочет стать христианкой, нужно, чтобы было два человека, два-три человека, которые поручились бы за нее, что желание ее не поверхностное, а глубокое. Иначе очень легко человеку сбиться на обратный путь. Чистому трудно согрешить, даже если хочет. А грешному, привыкшему грешить, очень легко согрешить, даже через пятьдесят, после того, как он грешить бросил, потому что у него все механизмы заведенные. И вот только щелкни пальцами, он посмотрит в ненужную сторону. Поэтому человек, который привык грешить, ему всю жизнь нужно быть осторожным. Любой соблазн, любое поведение, оно собьет его в сторону. Вы все знаете житье Марии Египетской. Это преподобная богоносная женщина ушла в пустыню и 47 лет не видела ни одного человеческого лица. Спрашивает, зачем? Затем, что если бы она видела человеческие лица, все повторилось бы опять. Потому что навык к блуду был такой жуткий, такой сильный, такой для нее уже ставший естественным, что она бы слетела с катушек в любое время, стоило бы ей оказаться среди человеческого жилища, где-нибудь среди мужчин, юноши и так далее. Все повторилось бы заново. Надо было никого не видеть, иначе пропадешь. Навык, навык. Так, то вот люди курить бросают лет по 20. Всего-то навсего, пипку сосать. А вот не могут бросить. Хотя чего там, чего там вроде такого бросать-то? А там посерьезнее, чем курить. С блудом все гораздо серьезнее. Значит, и вот эта женщина пришла, говорит, хочу креститься. Он говорит, нужно тебя испытать. Нужно дать тебе какой-то испытательный срок, там еще то-то, то-то. Она говорит, ты за меня ответишь перед Богом, если меня не крестишь. Он говорит, все мои грехи на тебе будут. Я хочу креститься. Так она схватилась ему за ноги и говорит, я не уйду, крести меня. Он ее крестил. Крестил, причастил, там узнал, как тебя зовут? Она говорит, зовут меня Пелагея. Но любовники назвали меня Маргаритой, то есть жемчужинка. Ну, красавица была такая, яркая женщина была. И она потом собрала кучу хлама этого, который заработала вся блудом своим. Ткани драгоценные, тонкие, всякие, значит, побрякушки разные, там, золото, камни разные, драгоценные. Да все это собрала в мешок, принесла к ним к ногам. Говорит, забирай. Говорит, вынеси это вон отсюда, чтобы этого здесь не было. Это все заработано твоим телом. Говорит, а что мне делать? Она говорит, то, что плохо заработано, пусть будет хорошо потрачено. Прошу вас запомнить эти слова. Например, если какой-то миллиардер покается, например, какой-то миллиардер, например, там, непосильным трудом, например, там, значит, так сказать, воруя день и ночь, значит, отжимая, там, нефтяные вышки, там, и какие-то месторождения, заработал, например, там, свой какой-нибудь миллиард. А потом его, значит, как это, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Помните песню про Кудьяра-разбойника? Это же постоянно бывает. То там, то там, то там. Они же не навсегда разбойники. Вот возьмется, один ночью проснется, как бы, и скажет, все, хватит, буду раздавать. То, что плохо собрано, может быть хорошо потрачено. Украденное можно раздать нищим, значит, или там, потратить на какие-то важные проекты, например, на талантливых детей, значит, там, купить инструмент, например, талантливому мальчику, который, видно, маленький Моцарт, как бы, а живет так, что родители не могут пианино купить. Ну, купи ему пианино, а тому купи лыжное обмундирование, потому что он спортсмен хороший. А тому не обязательно только помогать, там, старикам, там, детям в детском доме. Есть гораздо много интересных вещей, которые можно действительно помочь людям по-настоящему. И это происходит постоянно. То есть люди каются, реально каются. Только потом скажут, а что мне делать, куда это все нести? И он ей сказал, иди пораздавай сама, своими руками, всем нуждающимся, все пораздавай. Она пошла все пораздавала и исчезла, исчезла из этого города. Потом нашли ее под именем Евнуха, Пелагия, в одном из мужских монастырей. То есть лицо безбородое. Она постилась и, так сказать, измождала себя так, что у нее впали глаза, так сказать, обнажились челюсти, эти кости, скул, рот запал, значит, такое морщинами, лицо покрылось, там она в монашеской одежде. Ну, чисто Евнух, Евнух, так сказать, запастившийся. Никто не думал, что она женщина. Она, так, значит, провела остаток жизни, так замаливая у Бога свою некрасиво прожитую предыдущую жизнь и, одним словом, спасла свою душу. Это святая Пелагея, память которой сегодня совершается. Вот она, такая многозначительная история, из которой можно много для себя уроков вывести, самых разных. Ну, например, интересно, что человек, смотревший на развратную женщину, мог на нее смотреть, если он при этом думал, что хорошая. Потому что скверна, она ведь не в том, что ты видишь, а в том, что ты думаешь. А вот есть такие люди, которые могут смотреть, в конце концов, солнце, когда светит, например, на отхожее место, оно же не оскверняется. То есть солнце всюду светит, и на святое, и на грешное, и не оскверняется от этого. Если человек имеет внутренность чистую, он смотрит на все, и ему все чисто. Он умеет думать о хорошем, даже глядя на какое-нибудь безобразие. Например, на вот какую-нибудь такую бессовестную даму, которая всем видом, наоборот, вызывает на соблазн. Все отворачиваются, а он смотрит, потому что все немножко грязные, а он чистый, ему можно. Чисто ему все чисто. А у нечистого ничего не чисто, потому что осквернены у него и ум, и совесть. Так Павел говорит. Вот если, например, говорит человек там, да вообще кругом все воры, это что значит? Это значит, что он сам вор. Или говорит, да кругом все одни развратники, это что значит? Да он сам развратник. А если человек говорит, да нормально, хорошие люди, слава Богу. Чудно, все хорошо, солнце светит, дети смеются. Мамы ходят с животами, значит, мужики работают. Значит, у него нормальная душа, у него все в порядке в голове. Для воров кругом воры, с коррупцией борются только коррупционеры. Кричат на словах, конечно. Кричат об этом. Только они, больше никто. Ну и так далее и тому подобное. То есть это надо сразу понимать. Как только человек захлебываясь кричит про то, что все кругом плохо, это значит, что он гнилой до корня. Потому что чистому все чисто. Для него все хорошо. И ты хороший для него, и она хорошая, и они хорошие, и все хорошие. А грязным все грязное. И никогда не будет для них чисто ничего, потому что у них внутри все грязное. И они транслируют свою внутреннюю грязь наружу, только припудривают ее какими-то благими намерениями. Это такой очень тоже важный урок такой. Вторая, Таисия. Там чуть даже посуровее история. Тоже молодая девушка, красивая. Дочка проститутки. Дочь блудницы. И мама научила ее своему ремеслу. Мама передала ей все свои навыки, и в гроб легла. А эта живет по смерти матери. И дома их это притон. Еще при матери был притоном, и мать умерла, дочка осталась. И при дочери он притон. Она принимает у себя дома клиентов ежедневно. Многие к ней ходят. Многие также, так сказать, на ее порог ее покроплен кровью, потому что дерутся за нее. Молодые, старые ходят. Ну любят ее. Красавица тоже. Тоже такая жемчужинка своего рода такая. И вот о ней слышит некий святой человек, монах один. Пафнутий звать его такой. Его, говорит, ангел Божий называли его. И он предпринимает некое путешествие из своего далекого монастыря туда, в этот город, в этот городишко. Где-то там эта красавица молодая живет. Заходит к ней, якобы он хочет с ней спать. Значит, скажи, говорит служанке, говорит, скажи хозяйке, что пришел клиент. Она говорит, деньги есть? Он говорит, есть пока золотую монету. Говорит, ну хозяйка ждет, заходи. Он заходит с ней туда, значит, на второй этаж. На востоке двухэтажные дома, как правило. И поднимается туда к ней, она говорит, где нам найти место такое, чтобы нас никто не видел? Она говорит, здесь нас никто не увидит, закрывай двери, здесь никого нет. Говорит, а так, чтобы совсем никого не было, можно такое? Она ему говорит, ну ты знаешь, говорит, здесь, говорит, повторяю тебе, она говорит, здесь нас никто не заметит, говорит, но если ты Бога боишься, тогда хоть под землю заройся, он тебя тоже увидит. А он говорит, а ты что, про Бога знаешь? Она говорит, да, я знаю про будущую жизнь, про страшный суд и про муку для грешников и про награду для праведников. Об этом я знаю. И он зацепился за эти слова, потому что она блудница, это блудница, но она как-то знала какие-то самые главные, опорные такие вещи духовной жизни. Потому что человек, который не знает про будущий страшный суд, это не человек вообще. Это самое главное событие истории будущего. После сотворения мира самое главное событие – это воплощение Христа, это Вифлеемская пещера, где Господь родился. Потом Голгоф, где Господа распяли, потом воскрепил. И потом будет страшное самое главное событие мира. Если ты в это не веришь, ты в это не знаешь, то зачем вообще ты живешь на свете? Она знала об этом. Знала, что для праведника будет награда. Говорит, скажите праведнику, что будет ему хорошо. Скажите грешнику горе тебе и не ошибетесь. Это Исаия говорит. Хочешь быть пророком? Говорит, хочу. Вот скажи любому грешнику, тебе горе и не ошибешься. Скажи любому праведнику, благо тебе будет и не ошибешься. Может, так оно и будет. Ну, не завтра, может быть, а может и завтра, кто его знает. Но будет 100%. И она знала об этом. Этот человек добрый за нее зацепился за эти слова и начал с ней говорить, 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 говорить. И вытащил ее, как из кокона, значит, из привычных этих мыслей своих, и убедил ее, что так жить дальше нельзя. Она говорит, а что делать мне? Говорит, идем со мной, сейчас же, не откладывай, не завтра, сейчас. И они тут же собираются и бегут с этой хаты, с этого притона. И тут он запирает ее, какой-то, значит, вводит ее в монастырь женский, где-то там недалеко от того монастыря, где он там в мужском находился. Она говорит, какое правило дашь мне, как молиться? Он говорит, уста твои не имеют права призывать имя Иисуса Христа. Руки к небу не поднимай, руки твои не имеют права быть подняты к небу. Стань лицом к стене и говори, создавший меня, помилуй меня. Вот так же и ушел. Три года она простояла на коленях, редко поднимаясь от колен, имея перед глазами грехи свои, повторял вот эти слова, что он сказал. Создавший меня, помилуй меня. Давали ей там какой-то хлеб, какую-то воду, как-то она там пробавлялась, там какой-то скудной пищей. Потом он спросил, это еще был жив Антоний Великий, этот пафнутий у Антония спросил, она спасется? Антоний говорит, отцы, молитесь все вместе, может кому-то из вас откроет Бог. А у Антония был такой удивительный ученик, такой Павел Припростый. Когда-нибудь надо будет про него узнать тоже, это был такой феноменальный человек. Припростый, значит, ужасно простой. Он был простее, как бы простее, чем дверь. Был святой, ужасно был. То есть такой какой-то вообще великий такой человек. И при том, что был простой, ну простяк такой, вообще без образования, без грамотности, без всякой такой. Но был такой, как кремень. И вот этому Павлу Припростому было открыто, что она святая, что она спаслась, что прощено ей все, что она отмолила все свои грехи, что ей готовится небесный чертог. И сказал это пафнутию. Пафнутий больше немедленно идет к ней обратно, открывает затвор, говорит, выходи. Она говорит, не могу выйти, говорит, хочу здесь остаться, не хочу наружу, хочу здесь. Говорит, все уже, все, хватит, выходи. Она вышла, говорит, как скажешь, так сделаю. Вышла, через 15 дней после выхода из затвора слегла в болезни, в горячке, три дня поболела и отошла к Богу. Вот две спасенные блудницы, две души. Пелагея, Таисия. Вот такие две истории спасения двух женщин из числа тех, которые будут всегда и были всегда. Какой книгой начинается Библия? В бытие. Совершенно верно. Какой книгой Библия заканчивается? Апокалипсис. Откровение на Богослову. О блудницах пишется в бытии, и о блудницах пишется в апокалипсисе. Знаете? То есть упоминание о блудницах, как о чем-то таком повсеместном, таком распространенном, таком неудивительном никак. Допустим, там, как патриарх Яков спал с блудницей. Тут по улице, у них какая-то одежда была специальная. Сидит женщина, одетая, как блудница. Это была его невестка, если помните, Фомарь. Она его так, не открывая лица своего, соблазнила. Он спал, он с ней там, ну, это так длинная, интересная история, потому что он был неправ к ней. Я меня понесла от него. То есть он ее заметил носить вдоль дороги в специальной одежде, а одежда блудница на ней. Он дал ей там плату, значит, такое, и спал с ней. То есть блудницы в бытии и блудницы в апокалипсисе. О чем это говорит? Потому что никуда они не денутся. Никуда они не денутся. Никто их никогда не истребит, не победит, как тараканов. Их никаким дихлофосом не вытромишь. Это беда, которая всегда будет сопровождать человеческий род. Как и воровство, кстати говоря, как и обман, как и прочие разные пакости и гадость. Никуда ты их не денешь. С ними можно бороться, ограничивать их, можно, так сказать, позволять им распространяться. Это уже будет эпидемия и катастрофа. То есть как-то вот так вот. Как называли в России до революции дома, значит, эти вот дома разврата. Дом терпимости называли это. Терпимость, потому что это грех нужно терпеть, говорили. То есть отсюда такое. То есть его не истребишь, его нужно как-то оккультурить. Поэтому там за каждым таким домом прикреплялся доктор, чтобы женщины не разносили венерические болезни. За этим же домом прикреплялся офицерский чин, какой-нибудь жандарм, который смотрел, чтобы там не было притонов, хранитель оружия, каких-нибудь беглых каторжников. Великим постом они закрывались. На праздники они не работали, на Пасху, на Рождество они закрывались. А в остальное время они открывались. И это было по всей империи, начиная с 19 века, это было легализовано. Назовно говорят, будем это терпеть. Ну куда деваться? Оно и так есть. Просто вместо того, чтобы этим занималась преступность, так думали, будет заниматься государство. Вот такая язва. Как этим надо поступать сейчас, я не знаю. Совсем не знаю, потому что это слишком болезненная тема, очень тяжелая. Но я вам еще раз говорю, что в бытие это есть и в апокалипсисе есть. Значит, никуда от этого не денешься. Одна из блудниц даже вошла в родословную Господа Иисуса Христа, если вы помните, такая, значит, которая жила в Ерихоне. Раав, блудница, которая пустила соглядатаев, заходивших в землю обетованную, помогла им, оказала им некую помощь по разрушению Ерихона, по взятию этой крепости. Вот. И она заслужила то, что она даже вот вошла в историю, как хороший человек, и была помилована, она как-то, значит, и родня ее была сбережена при захвате Ерихона. И она вошла там, поминается она даже вот в генеалогии в Господа нашего Иисуса Христа, потому что от нее родились люди, которые потом стали дальними-дальними родственники, спасители по плоти. Вот. Но дело тут, в общем-то, не в блудницах, повторяю, потому что, вернее, в них тоже. Дело в том, что как институт, как явление, это неистребимо, но отдельные души всегда спасаются. Всегда спасаются. Это вот та Сонечка Мармеладова, та пресловутая, это известная такая, Достоевского, такое, потому что он не зря наделил самыми лучшими чертами человеческими, состраданием, жертвенностью, милостью, умом и прочим-прочим-прочим, вот эту падшую девушку, которая пошла торговать собой, потому что из непролазной нищеты, значит, на которую толкнула ее мать, это мачеха, значит, она нашла только один выход, это пойти на панель и взять желтый билет. Тяжелая тема, тяжелая. О ней нужно целую лекцию прочесть, но я хотел бы, чтобы вы запомнили эти два случая, Пелагея и Таисия. Это не два случая, таких случаев миллион, таких случаев очень много. Каким-то образом древние отцы, некоторые, имели такую большую любовь к людям, что они посвящали свою жизнь, зачастую часто спасение, именно вот этих душ, потому что они являются, по сути, добычей дьявола, и через них дьявол столько творит всякого в мире, уловляет других, как бы развращает вселенную. Поэтому они хотели вырывать с корнем эту беду. Был такой, например, Виталий Александрийский, удивительный человек. Это в 60 лет человек пришел из пустыни в Александрию. Александрия была такая огромная, такая, ну мало что не Москва, огромный портовый город. Там человеку потеряться, как иголки в стоге сена. Этот Виталий пришел из пустыни, старик монах, и первое дело, что он начал сделать, значит, он переписал себе в толстую тетрадь всех блудниц Александрии. Он обошел все публичные дома и переписал, синодик составил, переписал всех, значит, этих самых женщин, торгующих своим телом. А их там было не 10, и не 100. Это было кишмя-кише, портовый город, сами понимаете. Это портовый город. В любом портовом городе эта зараза цветет, как это самое, как раковая опухоль. Значит, потом он начал подряжаться на работу, грязные работы, значит, он грузил уголь, рубил дрова, выносил помои всякие, значит, носил тяжести и зарабатывал себе дневную плату, там сколько-то медных или серебряных монет. И каждый вечер он заходил в одно из блудилищ Александрии, которых там просто полно, как в Москве кафе, так в Александрии и блудилищ, наверное, был. В одно из них заходил, что он там делал, никому не было понятно, и выходил на утро на рассвете. Что он там делал? Он приходил к женщине, спрашивал цену, она называла, он давал эти деньги, которые зарабатывал за день. Потом он говорил, отдохни сейчас, ляжь, поспи. И молился с ней, ночь проводил с ней в молитве, а она отдыхала. Потом утром он давал ей еще денег. На утро давал ей еще денег, и говорил ей, прошу тебя ради Христа, останься и в эту ночь чистая. Вот тебе еще одна плата за ночь. И уходил. Только, Боже, тебе храни кому-то сказать об этом. Никому ни слова. Поняла? Поняла. И вот так он ходил туда годами. Аж однажды какой-то молодой человек тоже шел туда, а он наружу. Говорит, эй, ты монах, ты что это тут ходишь по злачным местам? Мне можно, тебе нельзя. И ударил его по лицу. Что за монахи такие, что ходят по публичным домам? Виталий говорит, когда тебе ударят, когда тебе дадут сдачу за меня, вся Александрия сбежится. Ну и там скоро уже было дело к его смерти, значит, он умер вскоре после этого. Значит, и у женщин развязались языки. Они стали рассказывать о том, что же, собственно, было с ним. То есть эта история, так сказать, всплыла и вскрылась. А до этого стали замечать, что те дома, куда он приходил, начинали пустеть. То какая-то женщина говорит, фу, надоело, не хочу больше, и уходит. То какая-то вдруг выходит замуж. То какая-то вдруг в монахи сбежит, в монахини. То есть потихоньку, по одному, по две, там они из-за оттуда, оттуда, оттуда. Так у них совесть пробуждалась, он их сокрушал им сердце. Ну не всем подряд, конечно. Все подряд не могут. И когда мы в Евангелии читаем, что блудницы возле Христа ползали на коленях и мыли ему слезами ноги, то мы должны понимать, что не все блудницы это делают. Из тысяч, которых было, там одна, две, три покаялись. Остальные остались при своих интересах. Но вот они потихоньку, по одной, по одной, по одной уходили оттуда. И потом этому юноше там было отмщение какое-то такое, какой-то страшный бес его ударил по лицу, так что он стал орать так крепко, что действительно сбежался весь, вся Александрия сбежалась к нему. И про Виталия узнали, но уже по смерти. Оказалось, что он в конце своей жизни, уже будучи старым человеком, уже долго проживший в пустыне, пришел в Александрию собрать великую жатву. Вырвать из зубов сатаны, там 5, 7, 15, 25, женщин, которые уже закисли в этом грехе, которые уже поставили крест на себе, я уже не буду лучше. Вы знаете, как тяжело человеку каяться, когда он сильно осквернился? Когда человек чуть-чуть осквернился, сразу вскакивает, отряхивается, говорит, Господи помилуй, так больше нельзя. А когда он раз, и два, и три, и пять, и двадцать пять, и сто двадцать пять, и уже залез по уши в грязь. Знаете, как тяжело кается человек? Он говорит, да что уже с меня взять? Я уже не изменюсь, я уже не могу меняться. Да и Бог меня, наверное, не простит. Сколько можно прощать человека? Разве можно таких, как я, прощать? Говорит сам себе человек. Он махает на себя рукой и продолжает то же самое делать. У Николая Сербского есть такое прекрасное выражение маленькое, говорит, разговаривал я с одним развратным стариком. Старики ведь тоже развратники, очень часто. Бывают. Разговаривал, говорит, я с одним развратным стариком. И сказал мне этот человек, что в юности я грешил из любопытства. Да, знакомы нам это все по юности. Ну, интересно, как это, что это там. Вот из любопытства, так сказать, вот эти все дела такие, значит, там, интересно. За компанию, из любопытства. А в старости я грешу из ненависти к себе. Я уже терпеть себя не могу, я уже на себя рукой махнул. То есть я уже себя за человека не считаю. Я себя со свиньями сочислил. Как бы вот в этой грязи уже в ней, видимо, гугрыкаться до самой смерти. То есть человек может грешить из отчаяния. Он уже не верит, что он изменится. И вот из-за вот этих вот закисших во грехе людей, людей, вот этот святой Виталий, вырывал из зубов сатаны и приносил Христу великую жатву. И таких историй в церкви очень много. Причем они не ограничиваются только лишь, например, там, пятым веком, шестым веком. То же самое делал Иоанн Кронштадтский в девятнадцатом веке у нас. Он ходил по Кронштадту, а в Кронштадте жили только те, которые, значит, там, собственно, туда и ссылали, из Петербурга, туда подальше от столичного города, деклассированный элемент. Ну, как мы сейчас говорим, бомжей, бездомных всяких, опять-таки, проституток, опять-таки, значит, воров, там, бандитов всяких, там, и прочее. Вот они там и киш-мя-кишали все. И святой Иоанн Кронштадтский решил помочь этим бедным людям. И он ходил каждый день, сгибаясь в три погибели, чтобы зайти в эти тесные лачуги, в эти подвальные помещения, где они жили там в сырости, один на другом, на головах друг у друга в голоде и в холоде. И помогал людям. Тем лекарства купил, тем хлеб отдал. А потом построил целый в Петрограде дом трудолюбия. Большой дом, в котором был пансион, там были койки, там, значит, для ночлега, там были душевые для помывки, там была кухня для питания. И там были мастерские для женщин, которые шили. Кто хотел с улицы уйти, говорит, вот тебе чистое белье, вот тебе просторная комната, вот тебе место работы, вот тебе пайка хлеба, работай, зарабатывай, себе на жизнь, как бы перестань заниматься этим безобразием. То есть в 19 веке у нас такое тоже было. Это нечасто было, но было. У кронштадтского отца Иоанна получалось. То есть до скончания веры. И сейчас наверняка есть такие люди, которые вытаскивают прямо у дьявола из зубов, эти дорогие души, вот этих вот жемчужинок, этих маргариток. Вот, пока еще не поздно. На каком-то этапе уже, может быть, и поздно будет. А пока еще нету, нужно постараться. Но это дело богатырей. Это не дело рахитов. То есть духовные слабаки в это дело лучше пусть не суются. Пропадут с костями, с потрохами и исчезнут. Это дело таких сильных людей, которые могут сразиться с дьяволом один на один и забрать у него добычу. Вот такие интересные вещи нам предлагает церковь, для того, чтобы мы порадовались. Что не все кругом пропадает, братья и сестры. Не все кругом гниет. Не все кругом исчезает. Не все кругом ломается и трещит по швам. Ничего подобного. Кое-какие вещи сшиваются вместо того, чтобы трещать и разрываться. Кое-какие вещи исцеляются, скрепляются, выздоравливаются. В церкви все хорошо. И пока церковь в мире есть, у нас есть надежда, что и у нас будет все хорошо. Потому что церковь святая, она есть источник всякой святыни, всякой благостыни, всякой радости, всякой мудрости. И она как пластырь, прилагаемый к каждой язвочке человеческой жизни, она приносит свое исцеление. Иногда полное исцеление, иногда частичное, что тоже хорошо. Облегчает язвы человеческой души. Церковь Божия. Вот сегодня мы вспоминаем двух женщин, которые нас слышат. Блаженная Пелагея. Ау. Блаженная Таисия. Слышите нас? Слышат, слышат. Слышат, слышат. Слышат. Вот. Я надеюсь, здесь нет блудниц. Но тем не менее, повторяю, что в книге пророка Осии сказано, что все мы, не сохранившие верность Господу Богу в заповедях Его, мы похожи на неверную жену. Горячо любимую своим мужем, однако гуляющую от него. Найдите, кстати, почитайте. Это очень интересная книга. Очень интересная книга. Так что такую вот тему сегодня нам предлагает календарь. Ну а завтра будем жить, будет другая пища. Каждый день требует своей заботы, своего хлеба. Хлеб наш насущный, даже на днесть мы говорим. То есть на сегодня хватит. Насущный хлеб мы сегодня съели. Христос дохранит вас от всякого зла, чтобы ни вы, ни мы, ни наши дети не были в той беде, в которой были эти две женщины. А чтобы те женщины, которые в этой беде, чтобы каким-то образом, каким-то образом, молитвами всех святых и Богородицы, милосердный Бог, вынимал их из этой беды, чтобы этой беды было поменьше. До конца ее никто никогда не уничтожит, повторяю, даже надеяться не стоит. А вот поменьше бы этой беды, впрочем, как и другие беды, нам бы было хорошо. Господь да помилует нас. Аминь. Целуем крест и с Богом погодом. Завтра будет исповедь для желающих участицов, начиная с 8 часов.